Такой вопрос, как себя чувствовать душой. Умом понимаю, в сердце не могу понять. А это непросто чувствовать себя душой, мой хороший, непросто. Душа не чувствует себя в материальном мире. Она чувствует тело, она себя не чувствует душой. Причина, почему она не чувствует себя душой, потому что здесь нет духовной деятельности в материальном мире. Нечего делать душе здесь. Потому что душа, она здесь видит сны. Какие сны? Мне хорошо, обо мне заботятся, меня любят, за мной ухаживают, я наслаждаюсь. Это то, как душа отдыхает. Это для нее сон. Душа спит в материальном мире. Она бездействует. Потому что вот это желание счастья само по себе, это какое состояние? Состояние расслабленности. Душа ждет расслабленности, покоя. Она хочет быть счастливой. И когда она страдает здесь, в материальном мире, душа, она тоже спит в это время. Почему? Потому что я страдаю или я наслаждаюсь. Два состояния, которые душа испытывает в материальном мире. Очень сильная концентрация на себе означает отдых для души. Она здесь не действует. Деятельность для души начинается тогда, когда она видит пример бескорыстия очень сильный. Я сегодня думал о своем наставнике, молился. Думал о том, как он любит своего духовного учителя. Пытался это понять. И когда я начинал это чувствовать, постепенно я начинал чувствовать Бога. Когда я чувствовал, как мой духовный учитель любит своего духовного учителя. Это не земная любовь. Это не любовь к человеку, к человеку. Это любовь к чистоте, к святости. То, что в человеке божественно. То есть фактически это любовь к Богу. И в это время, когда я начал чувствовать эту любовь, она соткана из страдания такого, разлуки. Человек очень тоскует по святости, очень разлучен с ней. Он чувствует это страдание. Когда вот это страдание по святости начинает чувствоваться, в этот момент я сразу же начинаю чувствовать, что я нахожусь в центре сердца. Я маленькая крошечка, крошечка, которая вечную природу имеет, которая очень могущественная. Если она выполняет волю Бога, она обладает огромной силой. Непобедимая крошечка такая. Непобедимая искорка Бога такая, сильная очень. Только, но при этом, если я законцентрируюсь на себе, то я забываю опять. Я не могу себя увидеть. Я чувствую себя только в тот момент, когда я очень сильно сосредоточен на служении духовному учителю. То есть душа не может сама себя увидеть, если она на себе сосредоточена. Она про себя разобывает сразу, расплывается все. Она себя видит, когда она занята духовной деятельностью. Причем эта деятельность по ту сторону жизни. Она недоступна здесь, в этом мире. Здесь все соткано из эгоизма. Но когда ты совсем забываешь про себя, и там страшно сначала душе становится. Перед пробуждением немножко страшно. Что-то непонятная такая жизнь, забыть про себя, все делать для другого. Мы боимся про себя забывать. А вдруг что не так будет? Но когда ты все-таки в этой любви забылся, в этот момент ты проснулся. И ты начинаешь видеть, что все, что здесь происходит, это бессмыслие. Просто пустая трата времени. Бессмысленная деятельность. А отношение вот этой мысли о святости является вечным, ценным, важным, чистым, светлым. То, что тебе в следующей жизни обязательно понадобится. Ты чувствуешь, что ты вне смерти находишься в этот момент. Потому что смерть это что такое? Это опять наслаждение. Чтобы наслаждаться дальше, нужно новое тело. Но душа, которая не хочет наслаждаться, она хочет служить, служить, служить. А ей не нужно новое тело уже все. Она вне смерти находится. Не боится смерти совсем. Потому что она знает, что если она хочет служить, она будет служить. Потому что этот мир соткан для душ, специально для нас. И наши желания являются вечным, непреклонным законом для Бога. Допустим, если я хочу чего-то в жизни, то я обязательно это получу здесь. Но для того, чтобы не получить, мне дается объем работы. Допустим, я хочу просто одного наслаждения. И все, я не хочу вообще париться в жизни. Хорошо, надо выпивать. Это объем работы. Для того, чтобы тебе получить только одно наслаждение, тебе надо сильно забыться. Чтобы сильно забыться, нужно ум поменять структуру ума. Нужно, чтобы ум был другой по структуре. Я как-то медитировал на глаза сильно пьяного человека. И я вошел в шок от этого мысли, то, что я увидел. Я взял, сфотографировал, вот так вот, как мне вчера глаза по-большому сфотографировали. Я сфотографировал очень сильно увеличенные глаза собаки. И взял глаза пьяного, смотрю, один к одному. Энергия та же самая. Человек в сильном опьянении и собака. Животное. Вот, кто такое животное? Это человек в состоянии сильного опьянения. Когда человек пьет, он просто не хочет жить в человеческой форме жизни. Ему нужна животная форма. И он во время, когда выпивает, он меняет структуру тонкого тела своего. Он приспосабливает свое тонкое тело к неразумному существованию. Потому что разумное существование — это боль. Разум пробуждает душу постоянно. Когда душа просыпается чуть-чуть, она начинает испытывать боль. Потому что в духовном мире там все соткано из того, что нам кажется болезненным, больным. В духовном мире постоянно одна совесть. Там постоянно все служат другим. Они постоянно в беспокойстве от других находятся. И это внутри приносит сильное счастье. У нас все наоборот. Снаружи мы пытаемся наслаждаться. А снутри у нас ничего нет. Пусто. Просто как сон. В духовном мире все изнутри очень сильно счастливы, но снаружи очень сильно переживают от других. И вот это переживание для других, души, которая спит, она вызывает боли. Человеку очень трудно переживать от других. По-настоящему глубоко переживать от других — это духовное чувство. Но вызывает боль в сердце человека, потому что это заставляет его проснуться. Поэтому почувствовать себя душой можно постепенно. Если человек учится служить святости, чистоте святости, это уже перевернутое сознание. Другое восприятие по-другому мира. Мир у святого человека по-другому воспринимает, чем у обычного человека. И поэтому человеку, чтобы почувствовать себя душой вечным, нужно постепенно перевернуть свое сознание. Это метод духовной жизни. Метод ухода вовнутрь. Часто люди удивляются, ну как можно не думать совсем о своем проживании, пропитании. Бог заботится, не волнуйтесь. Вот я не думаю вообще о пропитании и проживании. 20 лет назад я все, что можно было, продал, купил там лекарственную траву, и мы поехали на турбазу служить людям. 20 лет назад закончились мои беспокойства о питании, проживании, о своих каких-то проблемах. Я никогда не беспокоился ни о зарплате, ни о чем. Всегда я находился в полной заботе. И при этом я никогда не думал о том, чтобы себе деньги заработать. Я не зарабатывал вообще никогда деньги. Меня некоторые обвиняют, они тут бизнесом занимаются, деньги зарабатывают. Ничего мы не зарабатываем. Все у нас снимают квартиры, ни у кого своего жилья нет. Все снимают квартиры. Мы живем просто, Бог сколько дает, столько живем. Все. Просто на питание, на одежду. Остальное все на развитие ведического знания. То есть строим комплекс сейчас и так далее. Так человек должен жить, он не должен думать о себе вообще. И тогда он счастлив. Потому что Бог начинает о нем думать. Никаких беспокойств о том, где работать, как работать. Все. Просто живем. Служим людям. Все. Все, кто к нам приезжают, так же живут. Потом начинают требовать зарплаты, и все на него смотрят косо. Думают, фу, какой противный человек. Почему он сюда приехал? Служим. 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 Продолжение следует...